Шестеро пострадавших. В Бобруйске собака бойцовской породы напала на прохожих. Кто виноват и почему подобные ЧП будут повторяться? Неожиданные ответы эксперта. По-честному с Ангелиной смотрите прямо сейчас. Привет, это Бобруйск 360 и я, Ангелина Дюгон. Мы говорим с неординарными личностями на интересные темы. Никаких секретов, все только по-честному. Врачевица вспоминает, что в тот день собака выскочила из ниоткуда, ходила за прохожими, но двигалась зигзагообразно. О чем это может свидетельствовать? Люди не совсем понимали поведение собаки. То есть выскочить ниоткуда она не могла. Конкретно зигзагообразные какие-то движения тоже быть не могли. Я думаю, животное просто занималось обыском территории в поисках еды. То есть в поисках вынюхивания каких-то следов, каких-то отметок. И, соответственно, проверяла сумки, проверяла, может, где-то кто-то уронил что-то. То есть оно занималось просто собирательством. Но в какой-то момент оно набросилось на маленького ребенка, который играл во дворе. Я общался тоже с представителями следственного комитета и с людьми, которые брали интервью у очевидцев. И сам момент нападения, он произошел через некоторое время после появления собаки в этом дворе. То есть собаку несколько раз отгоняли, собаку несколько раз отпугивали. И когда она, не проявляя агрессивных действий, назойливо продолжала приставать к людям, ее начали отгонять агрессивно. То есть и в какой-то момент поведение людей заставило животное подумать о своей безопасности. И на какой-то взмах, на какой-то вскрик, на какое-то резкое движение собака отреагировала укусом. После того, как произошел укус, соответственно, жертва начала вырываться, соответственно, крики, соответственно, люди, дальше агрессивное поведение по отношению к собаке. То есть ее пытались испугать, ее пытались бить. Но она вцепилась мертвой хваткой в ребенка изначально. То есть челюсть не могли рожать несколько взрослых мужчин. Она не рвала, она вот именно вцепилась, как капкан, как очевидцы рассказывали. Исходя из породных особенностей, исходя из анатомических особенностей строения черепа, породы собаки, то есть эта хватка характерна для такой собаки. То есть, допустим, кавказские овчарки делают многочисленные режущие хваты в разные места. То есть есть собаки, которые делают хват по месту. То есть форма укуса – это может предопределяться какими-то породными особенностями. Действия людей были неверными. То есть они начинали, пытались бить собаку, пытались рожать ей челюсть. Что нужно было сделать в тот момент, чтобы избежать последующих жертв? Ну, во-первых, действия были как бы опасными до момента нападения. То есть к собаке отнеслись слишком свободно. В данном случае собака как объект повышенной опасности была не оценена, произошло нападение. И дальнейшие действия можно комментировать только если сам находишься в этой ситуации и сам предпринимаешь какие-то действия. То есть потом в хаотичном порядке она просто... Она просто отбивалась от тех людей, которые со всех сторон пытались в эту ситуацию вмешаться. То есть это мимопроходящее. То есть это маника у собаки была, а у самой... Да, да. То есть она пыталась оттуда выскочить и также наталкивалась на одного, на второго, на третьего человека и так далее. Опять-таки отмечу, что ее характер, ее физические возможности позволяли бороться с человеком. Да, то есть, соответственно, она таким образом и вела. То есть если бы это был какой-то маленький щенок, да, то вполне возможно, что окрик, пинок ногой, то есть заставил бы собаку убежать, заставил бы собаку испугаться. То есть здесь собака не боялась. Здесь собака дралась на равных с людьми, то есть до тех пор, пока ее не победили. У представителей собак бойцовской породы понижена планка чувствительности? Вот когда их бьют агрессивно, там с ними... Да, уменьшенное количество, уменьшенное количество нервных окончаний. Соответственно, какие-то воздействия, какие-то болевые воздействия, они воспринимают... Понимают, исходя из той информации, которую я читал в открытых источниках, в интернете, в газетах, как бы там есть описание, что пожилая женщина вырвала ногу из хватки, да, и потом, так скажем, отходила в сторону, да, отползала в сторону общежития. То есть мне этот момент говорит о том, что хват там не был настолько смертельный, настолько сильный, да, то есть мне это говорит о том, что животное все-таки не пыталось победить, да, то есть она, ну, как бы пыталась отпугнуть, пыталась как-то обезопасить себя и так далее. Поведение собаки в тот день говорит о том, что она натренирована на боях или еще где-то? Нет, не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. А то, что у нее пасть была в зеленке вся, о чем уже свидетельствует? То есть не первый раз она уже в передрягах? Вот, вы знаете, некоторая информация, как бы, ну, я не могу сказать, не могу это комментировать, да, но я видел эту собаку, я присутствовал на осмотре следователя в ветеринарной службе города Бобруйска, то есть я никакой зеленки не видел. Вот. То, что, как бы, на собаке были какие-то шрамы, то, что она конфликтовала там с другими собаками, то, что, возможно, были какие-то там обработки, да, все возможно, но оно не было настолько критично, настолько принципиально, то есть, ну, и я не вижу, ну, причину нападения не в этом, да, то есть не в том, что она участвовала в боях, не в том, что она участвовала, что ее специально на этом тренировали и так далее. То есть здесь просто сильное животное конфликтовало с обществом. Порода, предположительно, питбультерьер? Американский питбультерьер или близкий к нему метис. Скажите, все-таки миф или нет, что у этих собак случаются так называемые клины, да, то есть вот она может вести себя нормально, адекватно, но в какой-то момент у нее что-то просыпается, звериный инстинкт вот такой вот. Это можно привести аналогию с тем, как про человека говорят состояние аффекта, да, то есть для сильных, крепких, уверенных собак это определенная красная черта, после которой животному очень сложно остановиться и после которого, как бы, воздействие на него должно быть неимоверной силы, чтобы оно вернулось назад в спокойное, ну, в меняемое состояние, да, чтобы оно услышало. То есть и это может происходить с любой собакой. Просто в зависимости от характера и от породы эта черта, она отодвигается. Одна собака как бы дальше остается спокойной, да, и может терпеть. Другая собака взрывается, исходя из своего жизненного опыта, исходя со своих предрасположенностей своей породной и физиологической, то есть другая собака взрывается раньше. Здесь разговор, какая ситуация, да, и какая обстановка, какое поведение людей по отношению к этой собаке. Собака была без ошейника, но, скорее всего, бездомной она не могла быть. Вот как вы можете оценить? Это не бродячая собака, не бездомная. Я думаю, что есть хозяин, который обязан взять ответственность на себя, который должен ответить за свое животное, который должен понести наказание. Потому что это не первый случай покусов, это не первый случай взаимодействия собак и людей с такими вот трагическими последствиями. Если все-таки решили завести собаку бойцовской породы, кому не стоит этого делать? И как не вырастить монстра? В моей практике были обращения людей, которые не могли справиться с 6-месячным йоркширским терьером и терпели от него покусы. Были собаки ростом, размером до 30 сантиметров, которые тоже тиранили своих хозяев, совместно проживающих лиц и так далее. То есть не зависит от породы, не зависит от размера собаки возможность вырасти монстром, возможность представлять опасность для окружающего общества, для людей, либо быть спокойным, мирным и доброжелательным. Нужно понимать, что умение выходить из конфликта, умение отстоять свою точку зрения, умение с представителем другого вида, то есть не с человеком, а с собакой, с лошадью, с диким животным. То есть вот это умение находить это совместное сосуществование, оно утеряно. То есть люди подвергаются нападениям, люди потеряли чувство опасности, люди потеряли понимание того, что для того, чтобы общаться с животными, нужно их понимать и нужно уметь это делать. Люди заводят собак абсолютно не оценивая те последствия, которые их могут ожидать. Люди не умеют обращаться с этими собаками. И вот это вот непонимание, вот эта вот ситуация, когда собака чувствует, что кругом опасность, кругом плохо, то есть она приводит к тому, что животное использует свои инстинкты, защищается, кусает, приводит к нападению. Как по-вашему, чем могли закончиться эти события, все-таки, если бы мужчина не обезвредил, не обездвижил собаку? Вообще, был ли другой выход? Она бы нападала до тех пор, пока вокруг были люди, готовые ее нападать на нее. То есть, если бы люди перестали подбегать к ней и нападать, да, то есть даже если бы там женщина перестала сопротивляться и просто лежала, да, собака бы отпустила ее и побежала дальше по своим делам. Вкус крови? Это не как собак еще больше? Он, так скажем, даже не вкус крови, а те тактильные ощущения, вот, то сопротивление жертвы в момент укуса, оно как бы раззадоривает собаку, да, и быстрее приводит ее к этой точке невозврата, где собака уже не может остановиться. То есть не сам вкус крови, а та ситуация, в которой с собакой борются, да, то есть приводит к этому. Виктор, давайте вернемся в 2008 год. Поселок Черепичный, стая собак набросилась на девушку. Что могло там стать причиной? Собака нападает в случае, если что-то угрожает ее жизни. Если кто-то или что-то угрожает ее ресурсам, да, или если кто-то или что-то проникла на ту территорию, которую она считает своим, своим домом, своим местом проживания. Я очень сочувствую этой же девушке, вот, но у меня куча вопросов. Что эта девушка делала ночью и в каком она была состоянии, да, когда подверглась нападению, да, то есть в, как бы, в официальной прессе это не указывалось, но я беседовал там с журналистами и с Могилевской газетой, и с Бобруйских газет, то есть, ну, там... Да, девушка была в состоянии опьянения. Это дает поведению человека, это дает походке человека, это дает реакции человека неадекватное, неуверенное, слабое очертание, что дает возможность собаке, что дает уверенность собаке, что она справится с этим человеком. И, соответственно, когда эта стая бегала ночью на территории, которую они заняли на тот момент, да, то есть она вторглась в их территорию, да, вполне возможно, что, как бы, идя на пролом через стаю собак, да, вот, она вызвала какую-то панику, вызвала страх и, соответственно, нападение, которое, опять-таки, подхлестывая друг другом, это не одна собака, да, то есть это стая собак, да, вот, и подхлестывая друг друга, собаки начали на нее нападать и рвать. Опять-таки, появился взрослый мужчина, который услышал это и который смог просто своим присутствием, криками и пинками отогнать стаю, да, то есть, соответственно, если бы девушка вела себя уверенно, если бы девушка вела себя спокойно, если бы девушка оценила ту опасность, которую ее ожидает, если бы она изменила маршрут, если бы она отступила от нападения стаи, да, то есть она осталась бы невредима. В 11-м году в Бобруйском районе, Ковалевский сельсовет, также произошло нападение собаки, это был ротвеллер, который напал на женщину, отгрыз ей руку. Ротвеллер проживал на даче, ротвеллер не принадлежал этой семье. Собака была передана временно лицом, которая уехала на заработки в Россию. На территорию, где проживала эта чужая собака, пришла жена отца парня, который взял эту собаку к себе в дом, со своей подругой распивать алкогольные напитки. В момент, собака там не регулярно кормилась, да, и при появлении людей, при появлении еды, да, то есть она, соответственно, начала претендовать на еду, она пыталась каким-то образом общаться с этими людьми, вот, и взрослого ротвеллера, посторонние женщины, да, не ценив опасности, которые их ожидает, в состоянии алкогольного опьянения начали отгонять. Соответственно, собака начала защищаться и напала. Собака напала, физические возможности ротвеллера дали, как бы, ну, печальные последствия, да, то есть травма, отсечение конечности, как бы, и так далее. Вот. По факту собаку приехал этот парень, собаку убили, вот, но руку никто назад не вернет. Виктор, 2016 год, когда во дворе собственного дома пенсионера загрызли или растерзали овчарки, его подопечные. Да. Здесь, опять-таки, момент во всех статьях, во всех ресурсах было указано, овчарки загрызли своего хозяина. Он не являлся хозяином этих собак. Это были собаки, ее племянницы. Дом, двухквартирный дом на две квартиры. Пенсионер страдал заболеванием, у него были, как бы, он мог не закрыть двор, не закрыть дом, мог уйти. У него случались какие-то ухудшения самочувствия, какие-то припадки. Вот. И каким образом пожилой, больной человек мог спровоцировать этих овчарок? Почему они оказались вместе, да? То есть он хотел их загнать, он их хотел выпустить, он хотел каким-то образом, там, он споткнулся об эту собаку. У него случился приступ, он упал на собаку, испугал ее. Или он каким-то образом, там, спровоцировал собаку едой и так далее. То есть это все наши догадки, да? Но по факту, когда он уже лежал и не оказывал сопротивления и воздействия, собаки его не убивали, не трогали. То есть на момент приезда бригады он находился живой, да? То есть собаки не имеют... Не срезали нервали. Да, собаки не имеют такой агрессии для того, чтобы именно лишить жизни человека, да? Да, многочисленные покусы, да, как бы там, в момент удар, в момент падения и еще какие-то вещи, они привели к тому, привели к ужасному, привели к летальному исходу. Но, опять-таки, этого не было нигде в прессе. Но я в тот момент общался с многими журналистами. И я имею информацию, что прохожая, услышав стоны человека и просьбы о мольбе, о помощи, начала кричать. И до приезда бригады скорой помощи собак согрыли в вольер. Соседка закрыла собаку в вольер. То есть это свидетельствует о том, что когда к собакам подошли не угрожая, когда с собаками стали общаться в другом русле, собаки не проявили на постороннего человека агрессии. То есть когда она смогла должным образом объяснить, что она хочет, да, то есть она закрыла собаку. Если все-таки хозяина укусила собака, как ему стоит себя вести и что делать? Бить, кричать на нее или объяснять? Как бы вот исходя из произошедшего случая, сейчас там многие давали интервью, многие описывали, каким образом там этого избежать. Как бы очень много правильных вещей там в этом было сказано. Но я кардинально не согласен с тем, когда люди советуют каким-то образом бороться с животным, каким-то образом ударить его, каким-то образом его в момент борьбы физическими методами обезвредить. Еще раз, женщина, старик, ребенок, да, то есть собаки, нет статистики нападения собак на взрослых сильных мужчин, да, а соответственно для борьбы с собакой, для того, чтобы ударить собаку достаточно чувствительно, чтобы она отказалась от дальнейшего сопротивления, да, ни у женщин, ни у стариков, ни у детей не хватит сил. И все эти удары, они только дополнительно разозлят животное, спровоцируют на еще большую агрессию, да. Если у вас в руках нож, если у вас в руках монтировка, арматура, да, вы в состоянии оказать какой-то значительный урон собаке. Но голыми руками, сумкой, зонтиком, вещами своими невозможно сделать ничего. Мой совет в данных ситуациях – помнить, что собака – это источник повышенной опасности. Это как нож, это как газовая плита, это как циркулярные пилы, как бензопилы, косы там и так далее. Это как какие-то инструменты, обращения с которыми требуют специальных навыков. Совет такой – оценивать возможную угрозу и не встревать в этот конфликт, избежать этого конфликта, не довести животное до нападения. Дать возможность животному выйти из конфликта, не зажимать собак в углу, не оказывать на них фронтального давления. То есть дать возможность разойтись, как в море корабли. Завершая наш разговор и говоря о собаках бойцовских пород, как по-вашему, стоит ли и будет ли такое когда-нибудь, что их приравняют к тому же холодному оружию? Опасно неправильное воспитание. Это шовинизм, который есть в нашем обществе, который мы можем сказать, что мы там плохо относимся, с опаской относимся к лицам кавказской национальности, к лицам цыганской национальности. И этому даются какой-то повод. Но это не дает возможности, не дает нам права каким-то образом к этим лицам относиться заранее с предупреждением и с какими-то санкциями в отношении них. Это был Виктор Ковалевский. Спасибо за это интервью. Это было действительно по-честному. Редактор субтитров А.Семкин